Теперь человек, который был схвачен, привлек к себе наибольшее внимание. Это, конечно же, джентльмен, который потерял свое ухо на данный момент. Подразделение спецназа, которое захватило его и его друзей, работает на генерала Кадырова. Они чеченцы. И поэтому они отрезали этому человеку ухо в какой-то момент, независимо от того, было ли оно уже частично повреждено или нет, и они решили оторвать его. Кто знает. Русские, конечно же, были недовольны этим и сразу же спросили, что вы делаете с этими людьми. Не издевайтесь над ними и так далее и тому подобное. Так что тогда был задан вопрос, кто из вас отрезал этому человеку ухо. И вся группа коллективно стояла там и говорила, это сделал я. Другими словами, они сожалеют об отдельном человеке. Теперь все это принесло Путину огромную пользу. Русский народ взбешен. Они злы. Они хотят крови. Эмоции в России наколены до предела. И есть люди в думе, которые говорят Путину публично и в частном порядке, что тебе нужно раздавить Украину. Тебе нужно покончить с этим раз и навсегда. И если кто-то встанет у тебя на пути с запада к черту его, мы тоже просто войдем туда. Путин не является эмоциональным актером. Он очень рационален. Он очень вдумчив. Он очень осторожен. Он не собирается торопиться с этим делом. Но очевидно, что как только земля в Украине просохнет, а это произойдет ближе к концу апреля, самое позднее, к началу мая, я думаю, вы увидите серьезные подвижки. Включая переправу через реку Непа и перемещение на юг, чтобы захватить Одессу и, вероятно, двинется на север, чтобы завершить завоевание Харькова и, возможно, дойти до реки в непосредственной близости от Киева. Я бы не удивился, потому что сейчас на нас оказывается давление, чтобы покончить с этим делом. Мы ничего не предлагали. Мы отказываемся вести переговоры. Мы относимся к русским так, как будто они ответственны за эту катастрофу, хотя на самом деле мы сами навлекли это на себя. Вы знаете, мы сами создали этот ад. Никто не хочет ставить это себе в заслугу. Я рад, что люди на холме сейчас сомневаются в целесообразности отправки туда еще каких-либо денег, потому что мы даже понятия не имеем, сколько миллиардов долларов было просто потрачено, украдены и оказались на банковских счетах. Помните, что Украина продолжает погрязать в наихудшем виде коррупции. По сравнению с ними Мексика выглядит страной с развитой экономикой. Вот насколько все плохо. Так что дело близится к завершению, к финальному моменту. Никто не собирается противостоять Путину. Мы не собираемся начинать войну в Украине из-за этого. Этого просто не произойдет. Но мы продолжим разговор. Средства массовой информации будут продолжать лгать, за исключением таких людей, как вы, Такер и еще несколько человек, и говорить, что Украина побеждает, а русские выдыхаются. Все это чепуха. Это дело почти закончено.